Взаимопонимание между властью и обществом, наведение коммуникаций, при которых бюрократия перестанет бояться активистов. Иногда давить на первых, иногда отдергивать последних. Не стоит воспринимать власть как врага, говорит Валерий Фадеев. Нужно учиться договариваться, приходить к взвешенному, продуманному и максимально выгодному для обеих сторон решению. Сегодня для ОПРФ этот принцип один из основных. При работе с коллегами в регионах делают все, чтобы научить, чтобы научили. Сила палаты во мнении, а не в законе. И мнение это тоже сила, и общественное мнение тоже сила. Общественная палата организует это общественное мнение, координирует это общественное мнение. И если выясняется, что общественное мнение против тех решений, которые хочет принять власть, власти, во-первых, будет трудно такое решение принять, во-вторых, когда оно будет принято, будут последствия. И поэтому разумная власть всегда учитывает это общественное мнение. Здесь не следует общественной палате залезать в поле законов, законодательное, в поле Государственной Думы или ЗАГС Собрания на местах. Не следует этого делать. Надо понимать, что если в палате разумные, энергичные люди, то их ресурсов достаточно для того, чтобы влиять и на законы, и на организацию жизни в регионе. Частный случай Ульяновской области. Яркий пример несостыковки позиций. Тема, уже набившая оскомину. Ситуация вокруг возможного строительства цементного завода в Теренгульском районе. Искать нежесткую коммуникацию, побуждать власть к действиям, которые в представлении общественности будут полезны для людей. Вот что должна делать общественная палата. И общественная палата Ульяновской области уже сделала шаги в этом направлении. Во-первых, постарались донести максимум информации по готовящимся проектам, раскрыть их плюсы и минусы. А во-вторых, обратились к губернатору с просьбой посодействовать максимальному удалению возможного предприятия от населенных пунктов. Свою лепту намеренно внести и федералы ОПРФ. Насколько я понимаю, здесь отношение предельно конструктивное. И пытаются услышать всех. И, насколько я понимаю, предварительно, повторяю экспертизу, мы еще не закончили, Похоже, здесь вреда от большого не просматриваются для природы. В плане экологии. В плане экологии, да. Зато просматриваются, скорее, позитивные аспекты и налоги, и рабочие места и так далее. Но, повторяю, это предварительно. Но, а что касается негатива, я планирую, пока только планирую, провести здесь с участием моих коллег из федеральной палаты, провести, ну, что-то вроде слушаний, пригласить всех. Полное интервью Валерия Фадеева. Его мнение о ситуации вокруг Теренгульского сидения, о налаживании взаимоотношений между членами региональной ОПР, обществом и властью. Смотрите на нашем канале в программе «Репортаж» 19 сентября в 19 часов 50 минут.